Сотни египтян празднуют победу напротив президентского дворца в Каире. Всего несколько часов назад здесь произошло то, что правящая партия назвала военным переворотом, а оппозиция – справедливым разрешением конфликта. «Египетская армия доказала, что она является патриотической армией, которая стремится защищать интересы людей, защищать интересы страны». В среду вечером министр обороны Египта генерал Абдель-Фатах Аль-Сиси в телевизионном обращении объявил, что президент Мухаммед Мурси больше не является главой государства. Кроме того, военные приняли решение приостановить действия Конституции страны, назначить исполняющим обязанности президента главу Конституционного суда и сформировать временное технократическое правительство. Оно будет действовать вплоть до внеочередных президентских и парламентских выборов. Между тем, братья-мусульмане продолжают протесты в Каире и других крупных городах Египта. Они называют случившееся военным переворотом и заявляют, что будут оставаться на улицах, пока Мурси не вернут на его законную должность. «Картина ясна. Мы столкнулись с военным переворотом, который политическая оппозиция использовала как предлог, чтобы захватить президентскую власть». Два главных религиозных лидера страны – глава Исламского института Аль-Асхар и глава Копской церкви, а также главный либеральный оппозиционный лидер Мохаммед Эль-Борадей – выразили поддержку действиям армии. Тем временем президент США Барак Обама выразил глубокое беспокойство по поводу смещения Мурси и призвал вернуть демократически избранную власть. А Япония призвала все стороны сохранять сдержанность и не применять насилие. Напомним, Мурси был избран в прошлом году после восстания Арабской весны, которые привели к свержению прошлого лидера Египта Хосни Мубарака.